Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. О ситуации и принимаемых мерах по коронавирусу говорили на заседании Оперштаба, которое прошло под председательством главы республики. Работы по благоустройству республиканской столицы продолжаются. Сейчас в Черкесске строители ремонтируют тротуары по улице Демиденко. Его вклад в строительство и развитие Карачаевска огромен. В традиционной рубрике «Наши наследия» репортаж в Вести о Курмане Оливе Курджиеве. Центр образования «Точка роста» появился в селе Курджиново у Рубского района. Чему он будет способствовать, расскажет Фатима Даурова. Сегодня прошло заседание Оперштаба Крачева-Черкесии под председательством главы республики Рашида Тимрезова. Обсуждалась текущая ситуация по коронавирусу. По-прежнему фиксируется рост впервые выявленных случаев заражения. Среди них есть тяжелые больные, преимущественно люди старшего поколения, страдающие хроническими заболеваниями. Рассказали на заседании о принимаемых мерах. Так ведется подготовка госпиталя на базе Хабейской ЦРБ на 150 мест в северном микрорайоне Черкеска на 205 койк. Госпиталь на базе Черкесской городской больницы будет увеличен на 100 койко мест. Проводится ежедневная ревизия запасов лекарств и средств индивидуальной защиты. На данный момент дефицита нет. Главой республики поручено Минздраву оптимизировать схемы обслуживания больных по каждому населенному пункту. В ближайшее время в районы будут направлены 17 новых автомашин скорой помощи, выделенные правительством России. Продолжается режим вакцинации против гриппа, чтобы не допустить перекрестные вирусные нагрузки. Сохранен режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Для недопущения роста простудных заболеваний принято решение о досрочном начале отопительного сезона. Планируется усиление мер контроля за соблюдением санитарных норм на предприятиях в торговой сети. Глава республики поручил применять дисциплинарные меры в отношении системных нарушителей. Что касается сегодняшней ситуации по коронавирусу, то на сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике 7677 человек. Из них 4960 выздоровели. Госпитализировано 474. Прогуляться теперь по улице, на улице будет комфортно и удобно. В Черкесии по улице Демиденко ведутся работы по благоустройству пешеходных тротуаров. С конца сентября в мэрии Черкесии были выполнены ремонтные работы тротуаров по улицам Кочубеев, Обричная и Космонавтов. За ходом строительных работ наблюдал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Теперь по улице Демиденко Черкесии пешеходы могут достаточно легко и с комфортом прогуляться. Здесь ведутся ремонтные работы по установлению пешеходных тротуаров путем укладки асфальтобетонной смеси. На данный момент полностью убрано старое покрытие асфальта, установлены бордюры и идет трамбовка щебня. Представители управления ЖКХ мэрии Черкесии уверены, что новые тротуары повысят качество жизни горожан. На сегодняшний день выполнены работы на трех участках улиц. Это Кочубеев, Обричная и Космонавтов. В данный момент выполняется ремонт тротуаров на улице Демиденко. Также до конца ноября месяца 2020 года планируется ремонт тротуаров на 11 участках улиц. Также в следующем году планируется ремонт тротуаров на центральных улицах города Черкесска. Это Кавказская, Парковая. Там будут тротуары укладываться в тротуарной плиткой. Для нас, пешеходов, обустроенный тротуар необходим. Теперь здесь можно спокойно не только пройти, но и даже погулять с детьми, отмечая жителей республиканской столицы. Новые тротуары уже проложили по улицам Кочубеев, Космонавтов и Фабричная. Новый современный тротуар является залогом безопасности пешехода, особенно там, где много проезжающих машин. Горожане рады, что руководство республиканской столицы уделяет огромное внимание благоустройству Черкесска. Я так думаю. Город без тротуара – это не город. Тротуар очень нужен людям, которые ходят, кто-то на работу, кто-то в магазин. Это обязательно. Это комфорт. В любом городе, в любом селе должны быть тротуары. Это очень приятно – по новым тротуарам ходить, не спотыкаешься. Поэтому очень все прекрасно. Мне очень так понравилось, все ровненько. И благодарю людей, которые занимаются этим благоустройством города. Также до конца ноября планируется выполнение работ по установке новых тротуаров на 11 улицах Черкесска. В Карачаево-Черкесии проведены профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений правил парковки. В ходе проведенных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и устранение нарушений, связанных с составлением транспортных средств на дворовых территориях, многоквартирных домов, на тротуарах, вдоль автомобильных дорог, в иных местах общего пользования, сотрудниками полиции в отношении нарушителей составлено 55 административных протоколов. Кроме того, проведено 1679 проверок, в том числе 736 дворовых территорий многоквартирных домов. Выявлено 102 брошенных автомобиля, припаркованных во дворах. Владельцы транспортных средств установлены им выданные предписания об устранении нарушений. Проведены разъяснительные беседы с гражданами о недопустимости оставления на длительное время автомашин, без присмотра в местах общего пользования. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 10-14, а днем до 18. Температура ночью 3-8, днем 19-24. А в горах ночью минус 2 плюс 3, днем 9-14. В Черкесии без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы до 14, днем до 18. Температура ночью 4-6, днем 21-23 градусов тепла. Вятские меха «Центр сезонных распродаж» дарит телевизор. Шубу смело примеряй и подарок получай. Только до 15 октября. ТЦ «Панорама», первый этаж. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. Сегодня в рубрике «Наши наследия» мы хотим рассказать вам о жизни и деятельности винного государственного деятеля и патриота Курмана Лея Курджиева. В 2001 году по инициативе жителей Карачаевска ему был установлен памятник. Почему, расскажет шериф от Левшокова. Курман Лея Курджиев остался в памяти людей не только как интернационалист, патриот, первый руководитель Карачаева Черкесии, но и как человек, который основал город Карачаевск. Микоэн Шахар. Тогда областной центр образованный у слияния трёх рек – Кубани, Тиберды и Мары. Благодарные горожанью вековечили память Курмана Лея Курджиева. Местные жители хорошо помнят ноябрьский день 2001-го, когда торжественно открывали памятник. В тот день почётные гости во главе с президентом Владимиром Семёновым говорили об огромном вкладе Курмана Лея Курджиева в строительство и развитие Карачаевска. Статуя с прославленным горцем на коне, наряду со знаменитой горянкой, стала ещё одной визитной карточкой города. Монумент установлен перед аллеей в тени деревьев напротив здания администрации. Выполненная скульптором из Кисловодска Гургеном Куригианом, композиция органично вписалась в архитектуру горной столицы республики. Но в начале 20-х реализация планов по основанию города далась Курману Лею Курджиеву непросто. Возглавляя в это время Карачаево-Черкесскую автономную область, он встречался с первыми лицами государства, в том числе и со Сталином, которому рассказал о своих чаяниях по возвращению карачаевских земель. Ещё не знаю, что в 1937-м на допросе перед расстрелом ему припомнят ту беседу. Об этом в своей новой книге подробно говорит доктор исторических наук Аскербик Айчуев. В первые революционные годы, как и многие передовые карачаевцы того времени, Курман Али Курджиев был полон надежд и мечтал о создании Карачаевской области. Он ставил выше интересы народа, чем интересы своей личности. Потом, когда назрело отделение Карачаевской автономной области и образование Карачаевской автономной области, решили основать здесь центр будущей автономной области. Об этом месте Курджиев знал не понаслышке, так как сам был родом из соседнего каменомоста. Ещё в детстве целеустремлённый мальчик своими успехами выделялся среди сверстников. Из-за его стремления к учёбе отец его отдал Учкуландскую среднюю школу. Он там себя показал с положительной стороны. И инспектор Баталпашинского округа обратил внимание на его способности и его попросил перейти в Баталпашинскую школу. Позже, поступив в Кубанскую учительскую семинарию, он начал интересоваться политикой. Курман Али Курджиев видел тяжёлую бедность народа и понимал необходимость перемен. Он искренне поверил в советскую власть. Вдохновлённый поддержкой государства, руководитель области строил новые школы, магазины, больницы. Под руководством Курджиева в республике возникли 35 новых населённых пунктов. Главным его достижением можно назвать строительство Карачаевска, тогда Микоэн Шахара, названного в честь влиятельного члена Политбюро, оказавшего огромную поддержку при возведении города. Который рос и благодаря непоказному энтузиазму людей. Известная поэтесса и прозаик Халимат Байрамука воспоминала, как они, аульские юноши и девушки, пешком из Хурзука ходили на строительные работы. В них принимал участие и сам Курджиев. Переживая, что горожане не получают свежий горячий хлеб, он принял решение о строительстве пекарни и сам копал землю под фундамент вместе со студентами местного рокфака, среди которых был и будущий писатель Осман Хубиев. Люди горели желанием построить свой городсад. Им это удалось. 7 ноября 1927 года прошло торжественное открытие первого в Карачае центра Микоэн Шахара. Сохранившиеся кадры в точности передают ту атмосферу радости и счастья. Открывал город Курман-Или Курджиев на белом коне карачаевской породы под звуки оркестра и национальной гармонии. Он гордо вступил в новую столицу Карачая и остался в ней навсегда. Шрифат Лепшукова, Рашид Туков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Перенасыщение как новый толчок по знаниям, передовой технологии, дизайнерский интерьер, строго выраженные в красно-черном цвете и подготовленные специалисты. Во второй школе села Курджинова заработал центр образования «Точка роста». Фатима Даурова побывала на одном из первых уроков. Новые центры притяжения для сельских ребят – так называют учителя второй школы села Курджинова открывшиеся кабинеты цифрового и гуманитарного профилей. Их преимущества заключаются в наличии новых мышных компьютеров, видеокамер, 3D-принтера, тренажеров, манекенов, квадрокоптера. Для маленькой сельской школы это как большой шаг в будущее. Школьники никогда не видели такого оборудования. И в данном случае упор делается на развитие дополнительного образования. Особенно в сельских школах, потому что мы лишены устойчивого интернета, у нас нет компьютерной техники. А здесь в рамках данного проекта мы получили огромное количество и мебели, и цифрового оборудования, мы получили ноутбуки, у нас есть даже квадрокоптеры. Дети и не видели этого, и не слышали. Поэтому сейчас учителя проходят курсовую подготовку, чтобы овладеть данной техникой, потому что никто с этим не сталкивался. И, конечно же, мы будем обучать наших детей. Казачий класс – один из образцовых в школе. Ребята здесь дружные, целеустремленные. И успехи в учебе одни из самых лучших. Им досталась честь первым исправить новоселье. Центры дают возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах, делать самостоятельные проекты. Много проектной деятельности здесь намного легче, чем в классе, например, информатики. Благодаря таким проектам теперь, наоборот, еще больше будет участвовать. Ведь у многих не было возможности, например, дома проблемы. А теперь сюда можно будет легко пройти и сделать. У таких кабинетов, как «Точка роста», конечно же, у нас упростится этот процесс, потому что есть новые возможности, открываются, есть новое оборудование. Детям интереснее будет, эстетическое удовольствие они будут испытывать, удобнее. Посещая занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного направлений, в том числе изучая основы робототехники и трехмерного моделирования, ребята научатся мыслить масштабнее, применять навыки в реальности и создавать медиапродукты. А правильно донести до учеников все возможности инновационных центров помогут учителя, которые уже прошли или пройдут в скором времени специальную школу подготовки. И каждый звонок на занятие будет притягивать ребят все больше к новым познаниям. Фатима Даурова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район. Сегодня приятная спортивная весть пришла из Самары. Спортсмены из Карачаево-Черкесии завоевали пять медалей различного достоинства на чемпионате России по борьбе на поясах. В первый день состоялись соревнования в вольном стиле. По итогам Расул Шедаков и Азамат Татаркулов стали золотыми медалистами. Исуф Башкаев, Шамиль Балачиев и Руслан Кубанов завоевали бронзу чемпионата. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Спаская». Расул Шедаков и Руслан Кубанов.